добро пожаловать в стиль гетто если серьезно то пришло время поговорить о комбинезонах что-то мне подсказывает что в этом году очень сильно отличиться компания dragonfly и собственно обзоры на эти комбинезоны мы приготовили на мой взгляд самый модный цвет в этом году были черно-белой об этом собственно говорит то что разные производители начинают херачить кучу 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 черно-белой продукции fix гну лептех новосом у всех есть капитоз у всех есть что-то черно-белое хотя еще несколько лет назад этот цвет это сочетание цветов собственно не очень часто фигурировал на рынке но сейчас речь не о цвете о комбинезонах dragonfly это российский бренд как вы уже знаете и это российский бренд который прислушивается к мнению райдеров магазинах и прочих советующих но послушать ко всем но не всем потакает так скажем у нас с ними особое отношение и поэтому я с гордостью хочу представить комбинезон который называется extreme extreme это переделанный комбинезон прошлого сезона в нем поменяли ткань внешнюю в нем поменяли мембрану в него добавили утеплитель и чуть-чуть чуть-чуть перекроили на мой взгляд сейчас прям с ними очень тяжело тягаться давайте поговорим о том что же он себя представляет у комбинезона dragonfly extreme появился говнобак топ на это вам плюсик теперь вы просили и она появилась именно на этой модельки соответственно теперь можно открыть этот дефекта ционный карман и не напрягаясь навалите кучу подарков своим друзьям в лесу это первое большое изменение изменение которое мне не сильно понравилось это уменьшение молнии которая раньше была прямо до колена вы могли совершенно спокойно защиту подсунуть уже одев штаны здесь поменяли кордуру она стала помягче и поменьше весить к весу кстати dragonfly подошел прям супер ответственно это единственная компания на рынке по крайней мере я не помню других которые пишут теперь сколько у них весят комбинезоны в размере этот комбинезон весит кило 850 а в прошлом году он весил 2 килограмма 800 грамм скинули кило это 33 процента это прям до хрена он теперь реально невесомых все молнии которые отвечают за вентиляшку проклеены молния на жопе не проклеена и это связано с тем что вот такой молнии гораздо выше прочность грубо говоря если вас что-то куда-то потянет то вероятность того что разорвет вот такую молнию гораздо больше чем вот такого а так как это место самое важное его сделали максимально крепким и чтобы туда не заваливался снег и ничего не проникало поставили еще дополнительную такую защитку прослоечку которая не будет позволять снежку и ветру туда вам задувать ненужные места здесь по-прежнему остается до хрена карманов самыми удобными я считаю вот этим когда он расслабо или начали вы так ручки туда засунули вам и тепло и комфортно не нужно напрягать поднимать их куда-то держать выше реально очень хорошо кармана остались большими сюда залазит масса всего полезного вот здесь очень удобно хранить бабос возле сердца здесь осталась такая же косая молния и внутри есть еще один кармашек собственно под телефон или под документом под что-то что вам не нужно доставать так часто чтобы она была убрана довольно надежно естественно из выход под player про это можно даже не говорить здесь у нас есть подтяжки еще один карман охренеть что здесь это уже что-то прятать запрещенное потому что зачем столько много карманов больше лучше чем меньше здесь у нас есть подтяжки которые можно одевать можно не одевать но рекомендую не одевать когда вы катаетесь одевать только если вы приходите в кафешку кстати не стало очень жарко из-за нового утеплителя в прошлом году утеплителя не было и когда я его тестировал я заметил что мне было охеренно холодно в первые минуты после того как я покатался вроде стало все хорошо и более или менее комфортно но первые минуты когда ты едешь на подъемник и не разогрет те прям реально холодно как и раньше здесь осталось два кармашка на штанах если вы обратили внимание раньше на комбинезонах кордура была и на коленях то есть усиливали именно это место производители сказали что в первую очередь об этом просили снегоходчики а так как это все-таки сноубордические лыжная направленность то усиление с колен решили снять ну видим не так часто и просят это чтобы штанина не тащилась по асфальту по грязи ее можно подцепить вот таким образом она вас никогда не сползет ниже это большой плюс давайте заглянем вот сюда вот все где ботинки здесь у нас есть манжета который можно расстегнуть и застегнуть поверх ботинка это максимально удобный вариант есть кнопочка которая нафиксируется молния тоже прорезиненная здесь поменяли фурнитуру вместо двух кнопок поставили одну на более высокого качества весь низ штанины обработан кордурой чтобы увеличить его механическую прочность по посадке мне он и в прошлом году очень нравился и сидит он симпатично и выгодно отличается от всего того что гоняет рядом с вами в других комбинезонах других компаний там чаще всего просто однотонна здесь над дизайном поработали русско-итальянский дизайнер который работает на модные дома италии что касается дизайна это вышивка это не наклейки соответственно с годами она не облупиться и никуда не потеряется то есть она останется целом то что застрелся он почти наверняка елками после похлюпает по вам но стиль требует же все же делать что касается внутренности мембрана у этого комбинезона осталось 10 на 10 но она не пористая как все мембраны похожи на гортекс она без пористая и похожа на губку мы не знаем что это такой то есть там нет сквозных таких щелей она там все запутано в разных местах находятся поры она двухслойная соответственно свойства у нее будут немножко выше по ветронепродуваемости и примерно такие же как по пароотводу утеплитель 60 грамм и он в отличие от массы других производителей более дорогой и он дышит а у большинства более бюджетных комбинезонов утеплитель задерживает всю влагу и собственно какая бы мембрана у вас там крутая не стояла почти вся влага остается именно в утеплителе в данном случае этот момент отработан и это будет реально ощущаться если вы сравните производить двух разных производителей минусов короче я особо не нашел а нашел нет нашел нашел мне кажется что вот эта липучка она будет забиваться снегом и будет отклеиваться часто это мое предположение как будет по факту я вам расскажу потому что этот комбинезон вряд ли верну в магазин он мне охеренно нравится и собственно вы увидите меня в нем маслоне естественно бру в левом рукаве есть кармашек под скипас есть такая штука как петелька для рации если вы в горах а комбинезон чаще всего нужен в горах вместо того чтобы засовывать его в карман или еще куда-то вы вешаете вот сюда вот гарнитур очку и собственно в нее и говорить вам не нужно делать лишнее телодвижение она всегда рядом всегда с вами вы и можете и слышать если вставить наушечек и говорить в свою родцу личку своим друзьям где вы куда там зарылись под какой елкой лежит мембрана которая стоит в этом комбинезон называется тарей дэлфи это японская двухслойной без пористая мембрана высший пилотаж и ими занимается еще компания дермизакс если вы посмотрите на очень крутые японские дорогие лыжные конторы вы услышите собственно и про эту мембрану там только там ценник за одну куртку обычно ходит за 40 в данном случае если ошибаюсь комбинезон стоит около 25000 уточнить это можно прямо у нас в контакте также нужно отметить что ребята поставили очень крутую манжету она удлинена она сделана из очень хорошо тянущегося материала соответственно пережимать руку вам точно не будет и со своей функции задержки ветра и снега при залете в рукав она очень хорошо справляется друзья компания dragonfly в этом году позаботилась позаботилась о том чтоб кайфово было всем и сноубордистом и снегоходчиком и в бюджетном сноубордистом для бюджетников сделали вот такую модель она называется basic basic собственно это практически то же самое что на мне только с маленькими упущениями допустим если в этом комбинезоне есть регулировка капюшончик а вот здесь мы можем его глубину отрегулировать то у этого комбеза такой регулировки не будет упредел и считают что на этом можно немножко сэкономить ради того чтобы снизить ценник на него мембрана здесь стоит 10 на 10 такая же как здесь об этом говорит вот это вот этот шилдик 100 рейдов и теклон отвечает за скатывание водички прямо с поверхностью чтобы она не впитывалась как это происходит я покажу чуть чуть позже вы затестировали этот комбинезон уже чем этот комбинезон отличается от того что на мне это более дорогая версия это бюджет на где его удешевели первое здесь не будет молнии сбоку соответственно нужно будет просто натягивать штанину на ботинок здесь это делается несколько удобнее у этого комбинезона не будет бомба люка то есть сам клапан есть который позволяет комбинезону растягиваться если вы опускаетесь вниз наклоняетесь креплением тянетесь это кстати одна из отличительных особенностей вообще этих комбинезонов и это очень крутая тема здесь не будет регулировки капюшона у меня вот здесь эта регулировка имеется мы можем подтянуть и сделать так чтобы капюшон допустим если вас маленькая голова не так сильно нависал вам на глаза это короб затянули он ушел сюда это будет и это будет чуть-чуть удобнее чем без за него безусловно это важные вещи но это отразится на цене если вы хотите комбинезон в 20000 рублей это прям охеренный вариант более того я уже успел его протестировать на водонепроницаемость и как и как мембрана тефлон работает с реальной водой воды будет много сейчас покажу утеплителя там ровно столько же сколько и здесь 100 грамм по телу и 60 грамм на рукавах и на ногах этого более чем достаточно чтобы чувствовать себя комфортно при минус 25 градусов при условии соблюдения трехслойности то есть на вас должен быть не шерстяной свитер термобелье привет сегодня мы будем гостировать на вот эти воинцаемости этот прекрасный комбинезон драйвов ты чё дурак что ли? мейк это возьми мейк это для слабакова а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Для того, чтобы эти штанины крепить к снегоходным ботинкам сделана специальная петелька, а не просто крючок Сюда добавили еще одно кольцо Потому что не все снегоходы имеют чеку с правой стороны Некоторые имеют ее с левой Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Мне прям, мне прям дизайн зашел